Всем привет! С вами канал ArtMoney. Вы сейчас спросите, Наташа, что у тебя тут такое? Достала свой, вернее, клад, свои масляные краски, мастихины в моей коллекции. И на день рождения мне подарили денежку. Поэтому я подумала, что что-то мне из моего творчества нужно докупить, пока есть такая возможность. Пока цены, может быть, не настолько поднялись в некоторых магазинах. Вот я перебрала тут у себя. В прошлый раз я рисовала, когда там сирень, зимний вечер тоже. У меня ушло чуть-чуть, надо докупить их. Ну и, конечно, белая красочка. Как же без нее? Ее у меня даже вот один, два, три, четыре, пять. Пять штук даже. Одна, кстати, вот эта вот потекла. Там вон какая грязь образовалась. Что-то из нее, короче, гадость какая-то вытекла. Вот. Ну тут много красок. Тут вот эта вот каждого по одному цвету. Это я когда еще сирень рисовала, покупала. Тут разный, вон желтый, синий, красный, коричневый. Тут черный, вон оранжевый, зеленый. Какой здесь зеленый? Какой тут цвет? Господи. А, зеленая светлая. Я думала изумрудный. Думаю, зачем я его взяла? Вот. Ну и вот такие вот. Сейчас покажу. Всякие вот. Нет, не там. Не видно. А, вот тут видно. Что тут написано? А, веселый художник. Журналы были, помните? Вот там были тоже вот эти вот масляные краски. Но они, кстати, цвет у них немножко другой. И они по качеству немножко не очень. Но если их чуть-чуть смешивать с такими вот хорошими красками, то в принципе более-менее нормально становится. Здесь, кстати, лежит вот баночка. Здесь у меня масло специальное, куда я макаю на стеклянное. Вот, решила посмотреть. Записала себе вот эти красочки. Посмотрю в магазине, где их брала. Может быть, это возьму. Так, тут у нас белое. Тут у меня некоторые сонет. Ну, такие самые недорогие я взяла краски. Некоторые от Гамма. Какие-то, по-моему, Гамма. Или сонет подешевле. Немножко. Ну, пока они есть. Недорого, вернее, пока. И пока есть возможность, нужно купить. Хотя рисую, конечно, я маслом очень редко. Два раза, по-моему, всего рисовала. Вот, ну, я думаю, что когда Дима пойдет в садик, мы с вами займемся масляной живописью. Вот. У меня очень-очень много, кстати, холстов. Я очень много купила их. Вот, поэтому. Надо будет что-то нам с вами придумать. Вот. И, кстати, на днях у меня бабуля спросила, почему ты не хочешь нарисовать картину маслом. Вот я слышала, что многие художники рисуют картину маслом годами. И я вспомнила, что она мне в детстве говорила, что я никогда не стану художником, потому что я рисую картину за пару часов, за один день. То есть тут, типа, это очень плохо, то, что ты рисуешь картину. Вернее, можешь нарисовать картину за один день. То, что настоящий художник должен рисовать свою картину годами. Там, или год, там, я не знаю, месяцами. Вот. Но это потом я уже поняла, что только маслом можно рисовать картину целый месяц. Потому что масло, оно очень-очень-очень долго сохнет. Как раз оно, вот оно месяц и сохнет. А акрил, он наоборот, быстро высыхает. Так. А, ну вот эти я сейчас еще сфоткаю. Посмотреть, вся ли у меня коллекция мастихинов. Такая вот лопаточка. Когда-то, очень давно, я о ней прям мечтала. Но у нас в России еще не было. Теперь появилась. Наконец-то. Хотя, не знаю, может, нет, наверное. Хотя не буду я, наверное, больше покупать. Пока вот такие есть, я думаю, их мне хватит. Где-то, а вот. Тоненькая. Это, по-моему, лепестки рисовать. Тоненькая там ромашка или что-то. Я там не помню. Вот эта вот крупненькая. Такая еще поменьше у меня есть. Она у меня в пенале лежит. Я иногда гуашью, когда рисую, иногда ей помогаю там. Вот салфетки. Кстати, салфетки такие вообще тонкие-тонкие. Мне казалось, что они как-то потолще. Вот. И все это уберем в такую вот штуку. Там у меня, конечно, уже безобразие на фоне. Здесь у меня, кстати, тоже. Здесь разные фломастеры мои лежат. А, там вот бусины лежат. Там разные салфетки лежат. Я коллекционировала немножечко. Там тоже бусины какие-то. Акриловые краски. Собранные с, как же их называют, холстов. С рисунками, которые. Ну и тут, короче, такое всякое. Вот эти вот какие-то для свечек. Это вот я свечу хотела делать. Бутылку от сока оставила. Так и не сделала. Вот оно такое вот все. Вот тут вот у меня лежит. Всякие вот баночки вот лежат. Я свечки заливала. Где же я заливала-то? Сейчас покажу. Я уже две свечи, кстати, продала. А, вот оно. Мы с вами, кстати, очень давно как-то рисовали. Был ролик. Если не забуду, в конце ролика надо поставить. Это заставку конечной. То есть это уже готовая баночка. То есть вот уже есть свечка в ней. Остается только нарисовать. Но их на самом деле очень-очень плохо покупают. Одну баночку где-то в год. Вот я таких две штуки продала. Надо было, кстати, нарисовать уже третью. Но что-то я так и не нарисовала. А, нет. Еще одно дело я ей дарила. Я дарила ее. Как раз на нее, по-моему, и был мастер-класс. Вот такая вот штука. Классная. И как ее делала, кстати, у меня тоже есть все это на канале. У меня тоже, по-моему, кстати, их несколько должно быть. Наверное, может и нет. А, вот они, да. Вон там еще. Еще две или три штуки лежат. Вот такие вон баночки. В надежде, что я буду раскрашивать. Мне что-нибудь придет в голову. Я вот такие вот всякие баночки. Сделаю из них что-то невероятно красивое. Мне все время это казалось. Вот. Ну, короче, вот как-то вот так. Такой у меня маленький бардачок. Что я не знаю, как это назвать. Моих всяких нужных вещичек. Здесь вот, кстати, это вот картоночки, которые могут понадобиться. Это, кстати, тут тарелка у меня. Я хотела на ней рисовать здание одно очень интересное. Еще давно-давно ее загрунтовала. Все. И потом в какой-то момент я подумала, а нарисую я, а как я ее повешу. Ведь это просто тарелка. И просверлить в ней мне что-то, не знаю, короче, не стало, почему сверлить в ней дырку. Мне показалось, что она лопнет. Или просто ее ставить. Короче, вот она лежит уже, кстати, много-много лет. Вот. Уже много лет лежит. И для нее, кстати, я сделала такой кругляшок, чтобы сначала нарисовать картину на кругляшке. Кто знает, сначала рисуется... Если вы там боитесь где-то нарисовать, у вас не получится. Вы можете сначала просто на листе нарисовать. А потом уже на тарелке вам даже будет проще. И лучше получится. Вот. И вот всякие штучки. Это для акварели получаются очень интересные эффекты. Акварели... Не, не акварель. Гуаш, по-моему. Или акварель. Не помню, короче. Всякие там. Короче, всякая фигня. Всякая там. Интересно. Там тоже, кстати, есть шкафчик выдвижной. Но там у нас будет, кстати, отдельный ролик. Там у меня лежат мои картины, которые я вам так обещала показать. Но все никак и никак. Но обязательно покажу.